Игорь Ильич, при всей моей любви к вам, мы сейчас говорим о тех людях, которые не пускают какие-то службы в квартиры, и так стрелочки потихонечку переводим на этих не пускающих людей. Всё-таки мне лично, как секретарю общественной палаты, хотелось бы знать, какие есть технические решения, варианты технических решений, сколько стоят эти варианты технических решений, какие есть варианты финансирования этой работы, кто эту работу сделает, и в конце концов, кто будет отвечать в случае, если такие взрывы будут продолжаться. Они, несомненно, будут продолжаться, пока не будет сделана эта работа. Кто за это ответит? Какие организации конкретно? Будет ли это страховаться? Какое отношение к этому имеет Газпром, управляющие компании, местные власти? Это сложная ситуация. И я повторяю, надо отталкиваться от технических решений, а дальше двигаться дальше. Пока я услышал, что есть варианты, варианты есть. Хотелось бы всё-таки двинуться куда-то к конкретике. Какую позицию занимает Государственная Дума? Какую позицию занимает Совет Федерации? Что там написано в тех предложениях, которые есть у правительства? Первый раз взорвался дом в Магнитогорске. У нас каждый месяц, к сожалению, взрываются дома. 30 аварий в год. И вот я даже не как секретарь палаты, как обыватель, я хочу знать, какие есть варианты, и когда они будут реализованы. И как мы здесь, в общественной палате, можем помочь этой работе. Ну, мы и начали, Валерий Александрович, с того, что нужны технические способы без вмешательства человека применять для того, чтобы обезопасить жителей. Это наша позиция, и мы с ней начали. Я еще добавлю, и тут тоже вначале звучит тема, и, ну, конечно, жилье теперь преимущественно частное, и, конечно, владельцы жилья должны платить. Но я хочу напомнить, что в начале 90-х годов всем сказали, приватизируйте ваши квартиры, вы будете счастливы. Люди не в теме были, что надо платить за все, включая капремонт, включая теперь газовые счетчики. Если бы людям в 92-м году сказали, что вот вы будете платить за все, многие бы задумались. Это тоже серьезная проблема. И вы помните, какая была история с введением платы за капремонт? Я согласен, Игорь Леонидович правильно говорит. Даже в Москве эти 15 рублей не покрывают затраты на капремонт. Что мы теперь объявим в бедных регионах страны? Что давайте 25 будете платить за метр? Да у нас бунт просто начнется. Это очень непростая вещь. Так вот сказать, давайте вы опять за все заплатите, а давайте еще страховку на квартиру, правильно же, как в Европе, как в развитых в экономическом отношении. Давайте еще страховку будете платить. Так тогда все 20 тысяч рублей, а у нас средняя реальная зарплата 1020, она и уйдет на это все. На капремонт, на страховку, на газовые счетчики. А питаться-то люди чем будут? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...